Про семейный бизнес скажите, пожалуйста. Жена исполнитель, муж руководитель. Семейный бизнес это с одной стороны легче, потому что есть кому доверять. Допустим, вы бухгалтер, да? Нет, исполнитель. Допустим, если женщина бухгалтер, то она жена, то все с порядки. Проблем нет. Если деньги уйдут, то на пеленке. Технолог на производстве, скажем. А муж руководитель производства. Смотрите, важно понять такую вещь, что каждому мужчине нужна энергия любви. Интимная энергия любви от женщины. Каждому мужчине. Или энергия любви от Бога. Одно из двух. Без любви мужчина тает, нет жизни. Любовь от Бога получают монахи. Те, кто живут в монастыре, они должны чувствовать любовь от Бога. Мужчины, которые живут в семье, должны чувствовать любовь от женщины. Есть ли между вами деловые отношения? В деловых отношениях есть любовь или нет? Думаю, да. А? Думаю, да. Вы ошибаетесь. Ну, я поняла уже, в начале лекции было ответное. Если у вас есть любовь в ваших деловых отношениях, значит, вы будете ругаться прямо при всем коллективе, прямо на работе. Выяснять отношения, волосы рвать друг к другу, и народ там будет пухнуть немножко от этого всего. Он вас не будет уважать. В ваших отношениях на работе должна царить безукоризненно деловой стиль. Вы даже не должны комплименты друг другу говорить. Люди даже не должны догадываться, что вы муж и жена. И ваши возможности строить деловые отношения должны быть ограничены только работой. Когда вы пересекаете черту квартиры, закончена работа, никаких обсуждений. Просто мы муж и жена, и мы семья. А когда мы пересекаем черту квартиры, то мы говорим о работе. Или найдите в квартире место, где вы говорите о работе. Когда вы выходите из этого места, то вы там уже не говорите. И вы должны об этом, за этим следить. А если вы не будете за этим следить, знаете, что произойдет? Ваш муж обязательно найдет себе любовницу. Мужчина не может жить без женской энергии, без женского тепла, заботы. Потому что есть семейные отношения или близкие отношения, которые нужны каждому человеку. С самого детства человек сосет грудь женщины, ребенок. Он чувствует теплоту от женского тела и так далее. Каждому человеку с детства нужна близость. Эту близость восполняет женская энергия, женская природа. Если женщина не выполняет эти обязанности, она не раздает близость своим близким, а, допустим, с мужем строит отношения только долго и деловые, ее семья неизбежно разрушается, без всякого сомнения. Он будет вас ценить, любить, уважать, как сотрудницу. Но он найдет себе любовницу. И скажет, я тебя тоже люблю, но по-другому. Все понятно, спасибо. Спасибо.